Масштабы эпидемии коронавируса в Китае уже превзошли вспышку атипичной пневмонии 2003 года. Она длилась около полугода и только в КНР унесла жизни 349 человек. Случаев заражения свыше 5000 заболевания распространилось тогда в 30 странах. Всего же погибли свыше 900 человек. Именно поэтому китайские власти отнеслись к нынешней пандемии со всей серьезностью. Сначала жителям запретили дышать без медицинской маски. К слову, они уже в дефиците. А рукопожатие заменили традиционными поклонами. Но этих мер оказалось недостаточно. Заражение происходит на расстоянии одного метра. Сейчас инфицированных свыше 6000, а количество умерших приближается к 200. Более того, из-за стремительной мутации вируса это уже доказано. Подхватить смертельную инфекцию можно даже через глаза. Лучшие ученые мира работают над созданием противоядия. Развитие вакцины – это определенный процесс. Штамм семян сейчас выращивается из клеточного штамма. На его получение уйдет месяц. После этого потребуется полмесяца для проверки. Еще как минимум полтора месяца для окончательного утверждения. Коронавирус больно бьет не только по людям, а также по экономике. Потенциальный ущерб оценивается в 40 миллиардов долларов. Для американских бирж эти дни стали худшими с начала осени. Из-за временного закрытия шанхайского Диснейленда бумаги компании упали на 3%. На карантине теперь и крупнейшие заводы. Власти Поднебесной приняли решение остановить в провинции Хубей даже гигантов – Apple и Samsung. Из-за эпидемии китайцы, занимавшиеся сборкой гаджетов, просто не смогут выйти на работу. Одна за другой страны объявляют о массовой эвакуации из Китая. Россия, Германия, Франция, Япония.